Приветствую вас! Хочу вам рассказать, за что же в 2021 году дали Нобелевскую премию по экономике. Так, прекращайте, только прекращайте. Конечно, я знаю, что Нобель никакую премию по экономике не внедрял. Ну, то есть, в завещании этого нет. Так само, как и премии по математике тоже нет. Я, конечно, знаю, что эту премию по экономике выдает Центробанк Швеции. Но по традиции, неофициально, она называется Нобелевская премия по экономике. Поэтому будем так называть, ну, концерт до конца. Получили ее три американцы. Конечно, я знаю, что там своя мафия. Ну, как определяют, кому выдавать? Определяют лауреаты Нобелевской премии по экономике и профессора американских вузов. Нет, там есть комитет, но большинство голосов за американскими представителями, так сказать, экономической среды. По этой причине получить Нобелевскую премию по экономике, не будучи американцем, невозможно. Даже если бывают случаи, что попадают иностранцы, то обязательно американские ученые, ну и может там какой-то иностранец. Мафия, да, конечно, мафия, умоляю вас. Но за что же ждали это Нобелевская премия? Не, я могу назвать фамилии этих победителей, но я думаю, мало вам что они скажут. Ну, если интересно, сейчас зачитаю. Ну, эти их на память точно не помню. Значит, что это такое? Это Дэвид Кард, Джошуа Ангрис и Квидо Имбинс. И перед тем, как рассказать, за что же им дали, опять же отступление. Ну, что поделаешь. Ну, такая это уж Нобелевская премия. Знаете, смотрите, по традиции Нобелевскую премию, и не только по экономике, по физике, по химии и так дальше, выдают только за старые работы. Ну, такое правило. То есть, если вы, так сказать, написали какую-то работу, или сделали какое-то открытие, то говорит, стоп, вот пускай там годик, два, пять, побудет или больше, мы посмотрим, что там с вашей работой, как ее критикуют, как ее хвалят, и только тогда рассматриваем. Ну, такое правило. По этой причине вот эта вот научная работа посвящена экономике, или, скажем, рынку труда. 90-х годов. Ну, в этом ничего необычного. Еще раз говорю, это нормальная практика. Да, я понимаю, что 90-е годы, когда-то было. Какая разница? Ну, да, она посвящена 90-м годам. Сейчас, конечно, поменялось, но по традиции надо, чтобы она отлежала. По этой причине эту Нобелевскую премию дали фактически за работу, которая базируется на рынке труда 90-х годов, 20-го века. А я знаю, что уже 21-го. Итак, что же они открыли? Гениальное открытие. Они открыли... Ну, понимаете, в экономике очень часто открытие звучит довольно просто, но считается гениальным. Значит, они пришли к выводу, что между такими показателями, как миграция, трудовая, имеется в виду, минимальная зарплата и вообще рынком труда существует взаимосвязь. Ну, и, понятно, исходя за это, прошли годы существуют взаимосвязи с мировой экономикой. Согласен. Полностью согласен. Ну, еще раз говорю, вы не удивляйтесь, звучит так вроде бы простенько, простенько, но они, понимаете, в чем научно... Ну, научно, они же не просто написали одним предложением, они привели статистику, расчеты за 90-е годы. Показали, причем они брали... Ну, понятно, за базу брали экономику США. Сразу говорю. Но считается, что на основании этих расчетов они показали, что есть взаимосвязь между миграцией, минимальной зарплатой, они еще там производительность труда рассмотрели, и, ну, грубо говоря, рынком труда в целом, то есть зарплата и так дальше. Ну, и, соответственно, есть взаимосвязь с экономикой страны тоже. Вот так вот. Так что, если сказать и нет, есть. Единственное, что я сделал, неправильный вывод. Не удивляйтесь. Не, не, понимаете, они исходили с точки зрения 90-х годов. Они просто не предвидели глобализацию. И по этой причине ряд выводов их уже не работает. Но, опять же, поймите, в экономике это нормально. Потому что в любой науке, в том числе физике, химии, вам всегда сказать, отрицательный результат, это тоже результат. По этой причине то, что они ошиблись, когда анализировали 90-е годы, это не проблема. Это просто показали, что они исследовали, показали, четко отследили ситуацию, но в связи с изменением мировой конъюнктуры, ситуация поменялась. Можно теперь писать новую работу и получать новую Нобелевскую премию, но уже попозже. Вот так работает эта система. Итак, что же они, так сказать, правильно поняли, а что ошиблись? Ну, первое, да, действительно, миграция влияет на заработную плату. Не спорю. Ну, не спорю. Да и никто не спорит, правильно? Логично. Минимальная зарплата влияет на уровень заработной платы. Не спорю. Ну, производство труда тоже от этого зависит. Тоже не спорю. Абсолютно. То есть, да, действительно, от этого зависит. Растет, не растет, уменьшается и так дальше. Что они ошиблись? Они ошиблись и с тем, что, мол, мигранты, которые приезжают работать, ну, приезжают в США, они так исходили, они попадают в менее выгодные экономические, так сказать, условия, чем те, кто там живут. То есть, они исходили с точки зрения, что те, которые уже коренные американцы, ну, как бы так, порезентируют на мигрантов. То есть, мигрантам не доплачивают и так дальше. Да, такое было. Ну, сейчас это уже не работает. В упор. Ну, смотрите, если вы случайно, ну, может так получиться, ну, найдете работу какой-то американской фирме, американском банке и поинтересуетесь, а кто здесь коренной? Вы очень удивитесь. Топы даже. Никакого отношения к гражданству США не имеет. Так уже поменялось. Не, ну, действительно ситуация. Ну, по документам, вот, к примеру, гражданин, ну, давайте так скажем, Индии. Работает довольно крупно в банке. Да, он не самый главный начальник, но средний топ. Хотя он не гражданин даже США. У него трудовая виза. Ну, и что? Нормальный влияние. Ну, не говоря уже про остальной штат. Там, причем, действительно, получается такая забавная ситуация. Местные, ну, скажем, такие старые уже там, ну, Америка, это все же мигранты. Так вот старые американцы, которые уже всех-всех-всех поколений, они бывают очень плохо делают карьеру. Серьезно. Ну, они как бы на всем готовом были. А вот те, которые приехали, такие азартные. Они делают такую карьеру. Ну, вы представить себе не можете. Но, правда, это не США. Это Великобритания. Ну, в США тоже самое пересекался с таким. Но Великобритания просто такой яркий пример. Вот представьте, парнишка из Того. В Африке есть такая страна. Не, серьезно. Страна такая. И он в крупнейшем лондонском банке. Такой, ух. Занимал, ну, как вам сказать. Ну, должность довольно высокую. Очень высокую должность. Грубо говоря, он курировал весь. Ну, у них это называлось Восточная Европа и бывшие страны СНГ. Нифига себе. То у него фактически подчинялся отдельный банк. Ну, инвестиционный банк и целый отдельный банк. А сам он мальчик из Того. Ну, потом же мальчик. Ну, представляете, какую карьеру сделал. Нифига себе. Вот я не знаю, гражданство Великобритания получил или даже не получил. Вот такая ситуация. Так что такие нюансы есть. Да, действительно. Я много раз говорю, что экспорт рабочей силы это замечательно. Это очень хорошо. Потому что, если растет экспорт рабочей силы, уменьшается безработица в стране, с куда вы выезжаете. Ну, так не Нобелевская. Ну, фактически, конечно, подтвердили. Ну, действительно, выезжает. Безработица падает. Но если падает безработица, растет средняя зарплата в стране, с куда выезжает. Да. Растет. Ну, вообще, ну, вы сами понимаете, что если безработица уменьшается, работодатель приходится через не хочу, очень не хочу, очень не хочу повышать зарплату. Приходится. Приходится. Причем не только рабочим. Оно все взаимосвязано. Ну, вот даже сейчас, смотрите, вот в Украине, на сегодняшний момент, если вам нужно будет нанять хорошего маркетолога, я не говорю человека с диплома хорошего, вам или надо будет очень много заплатить. Ну, сейчас меня там попросили найти маркетолога, зарплата 50 тысяч гривен по белому, никаких конвертов, по белому. Но там есть, конечно, ряд требований. Одно с требований, опыт работы, ну, хотя бы два года, ну, я думаю, на год согласятся, в крупной международной или аудиторской, или консалтинной компании. Не украинской. Ну, понятно, знание языковых, там еще куча всяких требований. То есть 50 тысяч. Работа в Украине. Сразу. Компания связана с аграрным бизнесом. Нет, ну, вообще, все по-честному. Ну, надо. Причем они ищут, найти не могут. Ну, потому что, понимаете, как, им нужна специ... А вот смотрят, а таких специалистов то есть, но не тянут, то есть, ну, как, или очень слабенький, или очень безумный, я хочу, а что ты можешь? Я ничего не можешь. Вот такая ситуация. А те, кто может, говорят, да не, не, 50, ну, если бы эту сумму мне так утрет, да, 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 вот такая ситуация. Не, я думаю, что даже собственник поищет, поищет, из 50 сделает, из 60, из 70. Ну, что надо, специалистов то надо, позарез надо. Такая ситуация. Так что экспорт рабочей силы вещь хорошая. Ну, опять же, то, что я много раз говорил. Смотрите. Потом все равно деньги не перечисляют в Украину. День не перечисляют в Украину, тратят в Украине. А что значит тратят в Украине? Хорошо. Вы мелкий бизнесмен. Мелкий, мелкий. Чем вы занимаетесь? Ну, торгуете смартфоном. Да, я понимаю, что это импорт. Я даже не задаю вопрос, где вы его достаете, платили ли вы налоги. Это меня не интересует. Но для того, чтобы вы продали смартфон, у вас должен быть покупатель. Я прав? Прав? Или нет? Только не рассказывайте мне, пожалуйста, что для того, чтобы продавать смартфон, надо, чтобы патриотизм был, чтобы все работали, все дома сидели и без работы желательно. Ага. Что толку, что ты магазин открыл, если ни одного покупателя нет? То я говорю, а-а-а, вы тоже бак. А так получается ситуация. Да, твои там знакомые уехали за границу, заработали деньги, приехали и купили у тебя смартфон. Сколько ты на них заработал? Я тебя не спрашиваю. Ну, ты на них заработал. Не надо рассказывать, что ты продал в убыток. Не надо. Не надо. Я уже молчу, классика жанра. Сейчас действительно есть такая забавная ситуация. Попадаешь в обычное село. Ну, не, серьезно. Там ресторан. Ребята, вы что? Ну, ты понимаешь, у нас действительно много ездят за границу. Но люди приезжают. Надо отпраздновать. О! И ресторан. Да, ресторан держат местные. Да, это такой ЧП, ПП и так дальше. Гуляй, славляй, как хочешь. Но действительно, ресторан только потому, что с этого села люди ездят на заработок за границу. Если бы не ездили, ну, не укупился бы ресторан, ребят. Ну, физически, ну, как оно купится, ну, клиента уже нет. А так есть, да. Причем два. Спорить не буду, Черневецкая область. Не Киев. Не, ну, Киевская, наверное, тоже такие есть. Спорить не буду. Но вот это Черневецкая область, самое обычное село. Не, ну, село действительно такое европезированное. Дома такие здоровья. Да, Балгария, ничего себе хатки. Да, все это ж работает. Да, да, работает. Причем там интересно то, что они работают. Да, кто-то в Польше работает. До этого работали довольно много на сроках тоже в Московской области. Ну, сейчас, говорит, сейчас больше Польши, Германия, Испания, Португалия. Ну, там они же время-то время туда-сюда. Вот такой бизнес. Вот такой нюанс. Так что, как видите, Нобелевские премии просто так не дают. Но если дают, что вам сказать? Я бы, наверное, их уже много получил. Но жадничай. Жадничай. Потому что я открытие сделаю, вам напишу, вы ругаетесь. Не, чтобы написать письмо Нобелевский комитет, что дайте ему Нобелевскую премию. Так не дождешься от вас. Так что придется удовольствоваться успехами американских ученых, которые фактически повторили то, что я вам говорю, хотя за ошибка. Не бывает. Ну, просто действительно, в 90-е годы была разница, когда мигрантам платили меньше. Сейчас фактически это даже в США сложно сделать. Другое дело, что там действительно говорят, ну вот, мигранты работают на более низкоуплаченном труде. Правильно. Очень много мигрантов проезжает, очень плохо знает язык. И очень слабое образование. Они работают, потому что, ну, не могут они просто тут чисто технически. А те, кто знает язык образования, они как, хопа, это уже давно не проблема. Вот такой нюанс. Благодарю за внимание. Пока.